И так будем надеяться, что наконец-то начинается наша трансляция последнего дня вознесения благопожеланий для устранения невзгод. Сегодня восьмой заключительный день. Надеюсь, что у вас все хорошо. Сегодня восьмой заключительный день вознесения благопожеланий для устранения невзгод. И сегодня мы все вместе будем читать практику белого зонта Симхамухи, Дарыни Маричи и молитву, спасшую Саки от болезни. Практика белого зонта, которую мы будем читать сегодня, это практика, составленная Кармачагмы. Она одна из 13 практик, которая называется Дарма. Это 13 различных садхан, которые все начинаются со слога «А». Их зовут 13 дармами, переводящими в Сукхавач. И среди этих 13 есть практика белого зонта, которая называется «Скакун Гаруда царь всех птиц». Обычно, когда мы читаем практику белого зонта в традиции Кармакаги, мы читаем именно эту практику. Есть также обычаи добавлять к ней отбрасывание, составленное Махасидха из Ладрака Лики Доржи. Но этого отбрасывания нет в изначальном тексте, поэтому я не включил его в текст в этом сборнике. Это практика белого зонта, включена в книге Калгио Нигма, и также встречается в текстах напечатанных в Монголии. Поэтому я думаю, что она также в определенной степени распространилась в традиции Гилук. В любом случае, практика белого зонта принадлежит классу Крия Тантры и среди класса практик Крия Тантры к Буддовому семейству Татагады. В тибетском Кангюре есть четыре различных перевода дарыни белого зонта, которые называются «Великое отбрасывание», «Божественные земли», «Неопровержимое высшее достижение». Есть несколько санскаристских комментариев и садхан по этим дарыням. В китайской традиции есть переводы белого садхан, дарыни белого зонта, восходящие ко временам династии Танг и Сун. И прежде первым из них был перевод, совершенно на китайский дважды во время управления династии Юань. Это монгольская династия. Более того, монгольский император Кубилэй Хан был предан тибетскому буддизму. Он почитал Драгона Чигелла Пакпу, Карма Пакши и многих других тибетских мастеров, как своих основных учителей, гуру. И согласно наставлению, Драгона Чигелла Пакпы для того, чтобы отбросить Марри, принести счастье и процветание в королевство, они основали обычаи привешивать шелковое изображение белого зонта и мантры, написанные золотыми буквами над тронами императора. И начиная с того времени была основана эта великая традиция проведения церемоний белого зонта. Она проводилась каждый год в 15-й день второго месяца в обеих столицах Дайду и Шангду. Во время этой церемонии сотни тысяч людей выстраивались и приветствовали белый зонт, который торжественно выносили и затем заносили в дворец. Мне кажется, что из четырех ритуальных активностей белого зонта это практика относилась к активности возведения, поднятия прогнозного знамени. Также в традиции китайского буддизма она считается очень важной и есть очень известная даруне мантра под названием «Сутра белого зонта героическое шествие». И мантра в ней такая же точно, как и мантра белого зонта. И эта мантра очень почитается с точки зрения китайского буддизма. Белый зонт обладает большой силой для отбрасывания духов, болезней, магических влияний, заклятия и так далее. Теперь, что касается Симхамукхи. Я не видел, не встречал ничего особенного о Симхамукхи в Кангюре, но в традиции нигма есть большой цикл учений о ней. В традиции сарма есть также довольно много практик Симхамукхи. Наиболее известная из них это практика, составленная в Баре Ласаве, и она передавалась в линии Саакре, начиная от Панчена на Киринчена, затем также это Тарма, спрятанный на Учубайро, и открытый с Дюсумом Кемпой, первым Кармакой. И то, что мы будем считать сегодня, это отбрасывание, составленное Микю Дорже. Он входит в молитвенники Кармакогю. И считается, что Симхамукхи обладает великой силой в устранении магических влияний, проклятий, всего неблагоприятного, злознамения, препятствий и так далее. В традиции Гиллук, перед началом учений о восстании в пути, Ламрим читается с утра сердца и практика Симхамукхи для отбрасывания приказов, для дарования и получения учений. Вкратце, Белый Зон, с утра сердца Симхамукха, очень известная во всех Дарма традициях. Третье, это Маричи. Есть много учений о Маричи, как в Камбюре, так и в Тенгюре, включая дарыни, садданы, ритуалы и так далее. И в океане саддхан, это собрание саддхан в Камбюре, есть 16 саддхан Маричи. Также есть саддханы, принадлежащие к циклу трех гирлянд бандиты Абьякары. То, что касается дарыни Маричи, которую мы будем читать сегодня, то она входит в Кангюр, и там есть дарыни под названием Благородная Маричи, переведенная Баре Лацаве. Но мне показалось, что она не полная, поэтому я использовал эту возможность, чтобы перевести с китайского на тибетский одну из трех дарыни Маричи, которая изначально была переведена на китайский духовным мастером по имени Амога Ваджра. Он был мастером восьмого века, родом со Шри-Ланки, великим переводчиком, биджателем трех пятак, который распространил учения тайной мантры в Китае. В общем, говорится, что в Хариной Тантре Манжишри говорится, что Маричи во времена упадка говорит... в Хариной Тантре Манжишри говорится, что во времена упадка наиболее быстрыми в даровании ситхи является Манжишри среди благородных существ, Маричи среди божеств. Есть много людей, наделенных верой и преданностью к ней в Тибете и Китае. И не только буддисты, но также и дауисты почитали ее как богиню. Исторически в Японии правители, министры считали ее защитницей, поскольку она была такой могущественной богиней. И также она обладала способностью делать себя невидимой, поэтому самураи, солдаты также почитали ее. Она считается очень важной в японском буддизме. Богиня Маричи очень эффективна в устранении опасности нападения врагов, бандитов, опасности происходящих правителей во время путешествия по дорогам. И в особенности мне кажется, у нас сейчас появились знаки того, что во время этой пандемии чтение Дарни Маричи будет эффективным. Именно поэтому я включил ее в этот сборник. И последний текст, который мы будем читать сегодня, это молитва, спасшая Сахья от болезни, составленная великим тибетским ситхой Тангтонгом Геопу. Причина, по которой он написал эту молитву, связана с тем, что однажды случилась большая эпидемия в монастыре Сахья. И любые лекарства, ритуалы, все, что бы они только ни делали, ничего не поменял, не помогало. И эта местность практически опустела от людей. Тогда они обратились к Тангтонгу Геопу с просьбой сделать что-либо помочь. И он сказал им читать мани-мантру, молитву, прибежищая, начинающуюся со слов «Матери моей существа бесконечного пространства» и эту молитву. И история говорится, что все так и сделали, и эпидемия была быстро прекращена. И с того времени, когда в Тибете случалась эпидемия, традиционно люди читали эту молитву. И чтобы помочь вам зародить устремленность и веру, я записал, сочинил мелодию, чтобы исполнять эту молитву. И надеюсь, что вам так будет легче слушать и петь ее. И сейчас прошу давайте вместе прочитаем эти молитвы. сосредоточьте свой ум и присоединяйтесь ко мне в их начитывании. Итак, первая практика белого зонта. Быстрый скакун гаруда цирептиц наставление по путешествию сухавати на основе визуализации начитывания матриушниши си таттапатрия. явление спустой запредельное словами запредельное мистовое выражение. Проявляется помеченный он белый зон, из него мгновенно полная в силу простого вспоминания с неразделенными самая динасаттвы. Я проявляюсь как ваш ручнейшую великой рассеющей с тысячи голов спереди 200 белых чарующих прекрасных, справа 200 золотых устрашающих смеющихся, сзади 200 красных яростных серебро. Слева 200 зеленых сострадательно озирающих сверху 207 дневных яростных на каждые три глаза и каждая помечена божьей. Я белого цвета с тысячами глаз сбросаю в проды искус обширно открыто промышленные и насытные и заряженные. Все мои 500 правых и 500 левых рук держат полающие мечи, что рассекают мысли. Мои 500 правых ног выпрямлен вытянуты головы не спадают шелковой гильдой украшенной 70 миллионами бут. Мой денежный узел украшен семью вращающимися зонтами, где каждый следующий надпреддущик. Это описание белого зонтам, затем хумбозь рушнейшим огучи великой рассеивающей великой богиней с тысячи ров, великой богиней с тысячи голов, богиней с тысячами глаз, стызовующей пылающей неразрушимой обширная просторная ваша проведенность трех уровней выйти, молю тебя защитить наши семьи. Наши друзья богатство мощности по огням так и ночи. Все подавляющее служение нашей силы тела речи имбаха мы собственно так и тихо нуждаем в защите сломай сломай останови отгони все подавляющие связующие с 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Пусть никто не сможет причинить мне вред, пусть никто не сможет меня обмануть, пусть никто не сможет меня ослепить, пусть никто не сможет меня вернуть, не вернуть долг, пусть никто не сможет меня наказать, пусть никто не сможет поместить меня во глаз врагов. У этой мантры чудесные силы. Чтобы вы не делали, ваша цель была достигнута, все поступки очищены. Если вы установите границу с помощью этой мантры, никакой зло не сможет приблизиться к ней на расстоянии столик. Тогда благословенно промолу эту мантру. Намо Буддайя, Намо Дармая, Намо Сангая, Тадьята, Арка Маши, Марка Маши, Судру Маши, Чвала Маши, Маха Чвала Маши, Маричи Маши, Андр Дханая Маши, Нама Устутэ Сваа. Защити меня от опасности правителей, защити меня от опасности бандитов, защити меня во время странствий, защити меня, чтобы я не сбился с пути в обширных ненаселенных землях. Всегда защищай меня в день, защищай меня в ночи, защити меня от опасности воды, защити меня от опасности огня, защити меня от опасности якши, защити меня от опасности дакинь, защити меня от опасности яда, защити меня в силу истинных слов Будды, защити меня в силу истинных слов Дармы, защити меня в силу истинных слов Сангел, защити меня в силу истинных слов Богов, защити меня в силу истинных слов Матрецов. Такова мантра для призывания Маричи, есть также мантра тела Маричи, она такова. Благословенный сказал монахам, тот человек, кто знает о благородной Маричи, будет освобожден от всех опасностей, опасностей, вызванных правителями, опасностей, вызванных бандитами, опасностей диких животных, ядовитых, насекомых, опасностей огня воды и прочих. Если кто-либо захочет практиковать эту дарму, то эта дарма – величайшая среди всех дарм. Пространство длиной в 100 лик перед человеком, который читает эту мантру, не может попасть во власть за вредных духом или людей. Путешествуя по опасным дорогам, встаньте утром и прочтите выше упомянутую мантру и ее тело. Затем наберите ладони воды, прочтите мантру на дни и разбрызывайте ее в четырех направлениях на вас сами. Для каждой мантры завяжите узелки на своей одежде, рукавах одежды или крях монашеских одеяний. Правда, завяжите узелки и фрижды. Когда путешествуете по опасным дорогам, если будете читать эти две вышеупомянутые мантры, одна за другой, когда идете, опасные условия не возникнут вовсе. Все охранники будут пьяные, либо не замедят вас, либо вовсе не будут способны вас видеть. Когда благословенный произнес эту сутру в превосходном оборот, он сказал монахам-монахине, мирянкам-царям, высоким министрам всем поданным. Сейчас, когда вы услышали о Дарине Мариче, произнесенном благословенном, если будете помнить ее с непоколебимым умовом, не сможет навредить никакое зло. Монахи, если кто-то напишет эту сутру, будет читать ее или произносить по памяти, прикрепит ее на макушке головы или положит в одежду и будет носить на теле, все зло будет рассеяно, и никто не сможет создать для него препятствия. Тогда четырехчастные собрания и большинство восьмиклассов все поклонились благословенному, а затем в радость и славе его удалились. На этом завершается сутра Дарине Маричи. Молитва спавши всякие от болезни. Молитва спавши всякие от болезни. Молитва спавши всякая от болезни. Принимаю прибежище в гуру в будди санги. Матерью моей все существо бесконечно как пространство. Принимаю прибежище в гуру в собрании двух корней. Я и все мои матери, все существа принимают прибежище в гуру в будди, дарме и санге. В трех корнях гури и даме дягини и в двойственном береге вещах дармака. Молитва спавши всякие от болезни. Молитва спавши всякие от болезни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 Пусть в силу сострадания гуру и трех драгоценностей, могущества дать и незащитников, истинности, и преложенной кармой причины и следствия, все наши благопожелания и посвящения исполниться. Пусть в силу сострадания гуру и трех драгоценностей, могущества дать и незащитников, истинности, и преложенной кармой причины и следствия, все наши благопожелания и посвящения исполниться. Пусть в силу сострадания гуру и трех драгоценностей, могущества дать и незащитников, истинности, и преложенной кармой причины и следствия, все наши благопожелания и посвящения исполниться. Пусть в силу сострадания гуру и трех драгоценностей, могущества дать и незащитников, истинности, и преложенной кармой причины и следствия, все наши благопожелания и посвящения исполниться. Повторяю. Пусть все, что причиняет несчастье существам, силу влияния ознавленных духов, болезней и прочих влияний, возникающих в силу кармой и условий, нигде в этом мире не случится вновь. Пусть боль умирает не от чумы, которая, как палач, занесший меч над осужденным, нигде в этом мире не случится вновь. Пусть боль умирает не от чумы, нигде в этом мире не случится вновь. Пусть болезни, чьи названия вселяют такой ужас, как будто мы уже зажаты в пасти владыки смерти, что разрушает нас скачками постоянной лихорадки, нигде в мире не причиняет время существам. 80 типов препятствий. 360 существ, вызывающих аварии. 440 видов болезни. Никогда не причинят вред существам. Все страдания, дисбалансы элементов. Что лишают нас целесного ментального благополучия. Будут умиротворены. Пусть будем и сияющими, сильными. Обладаем долголетием, крепким здоровьем и счастьем. Пусть силы сострадания в гуру и твой драгоценности. Могущество даки и незащитников. Истинности, непреложенной кармой, причиной и следствия. Все наши благопожелания и посвящения исполнятся. Пусть силы сострадания в гуру и трех драгоценностях. Пусть в силу сострадания гуру и трех драгоценностей. Могущество даки и незащитников. Истинности, непреложной кармой, причиной и следствия. Все наши благопожелания и посвящения исполнятся. Посвящение, заслуги. Субтитры создавал DimaTorzok В первых пунктах тренировки ума говорится, что наиболее важны две. Активность в начале – это зарождение верной мотивации. Что бы мы ни делали, как бы мы ни выполняли то, что хотим исполнить, то есть важнее всего в определении сути того, что мы делаем, того, будет ли оно благом, либо неблагом, сводится к мотивации. Поскольку это так, перед тем, как мы делаем что-либо, очень важно внимательно исследовать свою мотивацию, причины, по которой мы это делаем. Это определяется тем, что иногда у нас ложная мотивация направлена на то, чтобы просто обмануть других. Но если она такова, то в процессе мы можем также обмануть самих себя. Важная активность в конце – это обрамление всего, что мы делаем посвящением заслуг и вознесением благопожеланий. Это означает, что даже когда мы совершаем добрый поступок, нам следует использовать плоды этого не только лишь для своего блага и своей собственной выгоды. Вместо этого нам следует разделить плоды такого деяния с другими людьми. Практикующие Махаяну не используют плоды добродетели лишь для собственного блага, но делятся, наслаждаются ими вместе с другими. И это и зовется посвящением заслуги. Есть посвящение великой силы, средней силы и меньшей силы. Лучшее из всех посвящений – это посвящение для достижения просветления абсолютного счастья. И чтобы обладать способностью сделать такие, вознести такие посвящения, сделать такие посвящения, нам сначала нужно постепенно упражняться в повседневной жизни. К примеру, вы можете отдавать свою любимую еду другим, либо поделиться с ними своими любимыми фильмами, либо любимой музыкой. Вы начинаете с того, что практикуете, делясь любимыми вещами, которые вы так любите, с другими, и делаете это с радостью, счастьем. И поскольку сейчас мы живем в век информации, мы можем наслаждаться практикой разделения с другими своей радостью с помощью социальных сетей. И мне кажется, что это хорошая возможность для этого. И это один из методов, инструментов для вознесения благопожеланий и посвящений. Вкратце, пожалуйста, посвятите всю добродетель от этого благопожелания для устранения нескольких просветлений. Также моя сестра основала общество 100 миллионов тарж, и многие тибетцы на родине и за рубежом, а также верующие с востока и запада, прочитали более 150 миллионов повторений восхваления Ария Тара. И они попросили меня также посвятить эту заслугу. И мы должны собрать всю заслугу вместе свою, заслугу других, всю заслугу, что мы накопили в прошлом, сейчас накоплен в нынешнем времени и накоплен в будущем, и посвятить ее. А затем вознеси благопожелания. Когда мы поступаем так, тогда это принесет большую пользу, наша заслуга никогда не уменьшится, а будет расти все больше и больше. И сейчас я хочу прочитать великое благопожелание, составленное седьмым кормом по чудракам кемцу. Вам нет нужды читать его, вы можете просто слушать и соединяться со мной мысленным. И это даже лучше, чем просто слушать слова. Но и великое благопожелание, великое благопожелание лагеря корма, седьмого корма по чудракам кемцу. Оно и сборники, как Гюмалам, сейчас мы ее найдем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Пусть все эпохи будут подобные эпохи совершенства Пусть в тех мирах не будет ущелья, гор, скал, грязных колодцев, деревья, шипами и тому подобное Пусть они станут ровными, как ладонь руки и просторными Пусть земля будет податливо и мягкой Пусть всюду простирается луга с различными цветами Съедобные вырожаи пусть растут без возделывания Пусть урожая зреет без помех Пусть там растут всежеланные фруктовые деревья и целебные травы Пусть там не растет ничего ядовитого или того, что может вызвать болезнь Пусть все, что только пожелаешь, драгоценности или одежды, сразу появляется, стоит лишь о том подумать Пусть драгоценности и все необходимое падает с небес, дождем, как это происходит в эпоху совершенства Пусть все люди блаженно пребывают в отроби матери и легко появляются на свет, пусть они будут здоровы Если же они заболеют, пусть рядом окажутся лекарства и врачи, и они скорее выздоровеют Пусть глухие во всех мирах обретут слух богов Пусть слепые обретут чистые божественные очи Пусть немые обретут красноречие, пусть безумцы станут рассудительными Пусть все люди будут красивыми, обладают красноречием, ясным умом, всеми достойными воскреплениями и бостоинствами Пусть те, кто в заточении, те, кто ожидают смертного переговора, с легкостью освободятся Пусть все будут свободны от 8 и 16 страхов Пусть они никогда не расстаются с тем, что им дорого и приятно Пусть они никогда не сталкиваются с тем, что им неприятно Пусть все люди с любовью относятся друг к другу, избегая ссор и вражды Пусть они избегнут внезапной смерти Пусть они живут долго Пусть все их желания исполнятся в согласии с истинной даром и их намерениями Пусть никто не рождается в диких варварских местах Пусть они в полноте обладают всеми свободами и богатствами Пусть они видят сэмсару, как полыхание огня Пусть они зародят желание освободиться от нее Пусть зародив желание освобождения Не встретят духовного наставника, обладающего всеми описанными качествами Пусть преданстью упирается на него Пусть они избегают любых просторг в отношении духовного наставника, таких как неуважение Пусть они понимают учением наставника полным, безушибочно потекущим миром освобождения всевидении Пусть они обладают умом, способным быстро и верно понять смысл слова Будды. Пусть они с усердием практикуют смысл услышанного. Пусть Будда дарма – источник всех благ, счастья и совершенствия мира, распространяется и просветает, не приходя в упадок. Пусть и санги усердно день и ночь посвящают трое врат лишь благим деяниям, таким подлесить практик дарма и исследования учениям двух колесниц. Пусть и санги живут в согласии, исполняют свое предозначение. Пусть и цари, министры, поданные домогладельцы, другие исполняют все веры и великого пощения к трем драгоценностям. Пусть и люди радуются благим поступкам, и все их совершают. Пусть и ассу развиваются от зависти к благодству богов. Если же ассары начнут войны, пусть они не испытают страдания от раны и смерти. Пусть они услышат слова «три драгоценности» и исполняют запощение к ним. Пусть они возрадуются и стремятся лишь к благому. Пусть и боги избавятся от страданий и войны с ассурами от раны и смерти. Пусть они освободятся от всех страданий, таких как их знания, печаль, знаки приближающейся смерти и падения в нижние миры. Пусть они всегда будут счастливы. Пусть великий барабан дармы, что пробуждает от беспечности, всегда звучит ради того, чтобы его услышали все боги. Пусть звуки дармы подносятся также из любого музыкального инструмента. Пусть и существа зарядят драгоценную бодхичит, и пусть она не ослабевает. Пусть и существа из родов шравоков прадикабу достигнут нирваны. И вскоре после этого они зарядят великую бодхичит и уступят на путь Магаяны. Пусть бодхисаттвы принесут благосущество, как того желают. В обширные деяния и пожеланиях бодхисаттв быстро принесут плоды. Пусть каждый бодхисаттв быстро приведет к созреванию бесчисленных учеников. Пусть создав свои собственные чистые земли, они быстро достигнут совершенного пробуждения. Достигнув пробуждения, пусть они наполняются сверху живых существ бесчисленными нирманакаями, что поворачивают колесо дармы ради трех типов учеников. Пусть они на время приведут существа из рода шравоков, прадикабуд к малой нирване, а затем утвердят и всех на степени великого пробуждения. Пусть безупречная бодхисаттва наполнит всем миром. Пусть она процветает и распространяется на звание жизни. Пусть никто из бар не препятствует распространению дармы. Вместе же они попытаются препятствовать этому, пусть их старания не принесут плода. Если кратко, я возношу пожелания, что возносили все бодхисаттвы прошлого, все пожелания, что возносит бодхисаттва настоящего, и все пожелания, что будут возносить бодхисаттвы будущего, все, сколько бы их ни существовало. Пусть я приобрлю любые воплощения, которые смогут укротить тех, кого нужно украшать. Для каждого живого существа принесу любую пользу, счастье, благо для всех существ, устраняя их недостатки, страдания, несчастья, страхи и приводя их всех к освобождению вселенной. Пусть я совершаю так, как для одного единственного существа, так и для всех существ без исключения. Пусть я буду как отец, мать, друг, брат или покровитель для всех существ. Пусть подобные лекарства, пища, одежды и прочие вещи, подобно земле, воде, огню, ветру и пространству, и основной опорой жизни всех существ. Если кратко, пусть я принесу любое благо для каждого существа, воплощу все их надежды, так как они того желают. Когда я обрету тело изначальной мудрости, пусть оно будет видимо даже для тех существ, кто совершил великие задеяния, и чьи омрачения огромные, пусть для этого им не придется избавляться даже от малой части своих омрачений. В особенности, так же, как прославленный Дюсунгемп возносил в течение несчастливых калп пожелания о том, чтобы стать воплощением активности всех бут трех времен, так пусть я чудраг Янцова Владеева и воплощу активно всех, без исключения бут трех времен. Пусть я приму учения всех, без исключения бут как свои собственные, пусть я могу распространить их до пределов, пространства, не дав им исчезнуть до тех пор, пока существует самсара. Последний здесь, в этом великом месте, где наш учитель, и среди людей достиг провождения от ангелического дворца Дармы, безграничное, конечное место, и особенное войдено все самсария нирвана. Поэтому украшения Вселенной и всеохватывающие мандалии, пусть просветают и распространятся эти драгоценности истинные Дарма Сугас, пусть они прибудут бесконечно долго. Субтитры создавал DimaTorzok «Подобно тому, как Будда и Батхисатве трех времен, то телом речи умом стремился к освобождению, посвящали все свои других, обреченные и не обреченные корни добродетели пробуждению, таких посвящаемыми все живые существа во всем пространстве». «Во благопожелание для благополучия дебета». Это тоже в книге Манлама. Субтитры создавал DimaTorzok Молитва о благоденствии дебета, истинные источники, приближающие трех драгоценностей и трех корней, в особенности Авалакита, защитник страны Снегова, достичь Маятара, Гуру Падмакара. Молю вас, вспомните о своих обетах и обещаниях. Даруйте благословения, чтобы исполнились мои пожелания. Из-за неблагих мыслей, действий существ времен Упадха и из-за нарушения гармонии между внутренними и внешними элементами среди людей и животных возникают прежде неизвестные болезни. Угрозы со стороны планет, нагл, духа, геопоя, злоггут, болезни, растения, заморозки, град, скудные урожаи, войны и раздоры, неравномерные дожди, метели, ущерб от волков и крыс, землетрясения, пожары, опасности четырех элементов и в особенности членящие вредарные вторжения врагов. Пусть все эти угрозы для страны Снегов будут устранены. Пусть все люди и другие существа естественным образом зародят басхичи-то и освободятся от злонамеренных мыслей и действий. Пусть они проникнутся в любовь друг к другу. Пусть все в Тибете обретут радость, процветание и богатство. Истечение Будды распространяется, процветает и сохраняется в долгие времена. Силы истинные трех корней Будды и Бодхисаттв. Силы всех корней добродетелей в Самсаре и Нирване. И силы наших чистых устремлений. Пусть все наши молитвы и пожелания исполнятся. Пусть все наши молитвы и пожелания исполнятся. Пусть все наши молитвы и пожелания исполнятся. Пусть все наши молитвы и пожеланиям. Отец, исполнивший благопожелание Защитник существ Марпа-переводчик Располняйсь к твоим стопам Слушайте все собравшиеся здесь ученики Вы были очень добры ко мне И я был добр к вам Пусть учитель и ученик, равный в доброте, встретится в земле обирать Все присутствующие здесь покровители Пусть вы обретете здоровье, долгую жизнь и заслуги Пусть у вас не будет злых намерений Пусть ваши пожелания исполняются в соответствии с дармой Пусть в этом краю все будет благоприятно Пусть люди не знают болезни и раздоров Пусть будет богатым оружием, обильным из зерною радости и покоя Пусть все практикуют дарму в трех временах Пусть все, кто видит меня, слышат мою речь Вспоминают мою жизнь Или слышат мое имя Встретятся со мной в Абирате Пусть всякие, кто следует и практикует мою историю жизни И все, кто совершает поклоны или подношения Для чтения или слушания ее Встретятся со мной в Абирате Все люди будущего Если вы способны медитировать Пусть благодаря моим решениям Вы будете свободны от препятствий к практике Безмерная заслуга Заключено следование аскезии ради дармы Безмерная доброта Заключена в поощрении к ней Безмерное благословение Заключено в слушании истории моей жизни Благодаря благословению этих трех безмерных Пусть все существа освободятся, едва услышав об этом Пусть все обретут достижения, едва помыслив об этом Пусть места, где я пребывал И места, где находятся принадлежащие мне вещи Будут наполнены счастьем и благоденствием Где бы мы ни присутствовали элементы земли Воды, огня и пространства Пусть я так же пребываю там Пусть боги, наги и остальные существа восьми классов Местные божества и духи Не чинят вреда даже на мгновение Пусть их желания будут соответствовать дарме Не позволяя ни одному животному, насекомому Или любому другому существу пропасть в самсаре Пусть я веду всех и каждого к освобождению Пусть их желания будут соответствовать дарме Пусть их желания будут соответствовать дарме Пусть их желания будет соответствовать дарме Пусть их желания будет соответствовать дарме Я молюсь, Моим милосердным Гуру. Моя драгоценная линия наделена благостью, свободой от изъянов и нарушений. Пусть эта благость восторжествует. Краткий путь глубоких наставлений украшен благостью, свободой от ошибок и заблуждений. Пусть эта благость восторжествует. Ямар Палацава наделен благостью глубины сути. Пусть эта благость восторжествует. Гуру Юдама Дагине обладает благостью, благословение ситхи. Пусть эта благость восторжествует. Гуру Юдама Дагине обладает благостью, благословение ситхи. Пусть эта благость восторжествует. Мои великие сыновья и ученики обладают благостью, верой и самая. Гуру Юдама Дагине обладает благостью, верой и самая. Пусть эта благость восторжествует. Мои покровители и люди с ближних и дальних округ обладают благостью, верой и накоплением благоприятных условий. Пусть эта благость восторжествует. Все мои деяния обладают благостью для существ, приведя их к пропущению. Пусть эта благость восторжествует. Боги и духи наделены благостью моего строгого приказа. Пусть эта благость восторжествует. Боги и люди собрались здесь. Обладают благостью моих пожеланий, счастья и покоя. Пусть эта благость восторжествует. Итак, сейчас мы завершили вознесение благопожеланий для устранения низкот. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью для того, чтобы поблагодарить людей, которые в этом приняли участие. Прежде всего, в монастыре Кагью в Индии, Непале и Бутане все приняли участие. Они совершали волшебно прекрасные отношения, как только могли. И все монахи и монахини пели вместе с большим интересом и чудесным образом готовились к этому. Я хотел бы поблагодарить их с глубиной сердца. Некоторые люди думали, что эти благопожелания для устранения низкот – это есть Кагью Мэн Лам. Однако, мы уже перенесли 38-й Кагью Мэн Лам, который мы ежегодно проводим в Багламе, на следующий год. Поэтому это не Кагью Мэн Лам. Но поскольку даты, в которые мы обычно проводим Кагью Мэн Лам, были свободны, в то время было свободно, мы использовали его, чтобы вознести эти благопожелания для устранения низкот. Тем не менее, организация Кагью Мэн Лам была очень щедрая и оказала поддержку всем монастырям. Я срадуюсь этому. Также десятки тысяч друзей в дарме всех уголков мира, все приняли участие в этом молебне и говорили о счастье в мире и о распространении учений. Я хочу вас всех поблагодарить, каждого из вас. Я надеюсь, что у нас у всех есть вера в то, что благодаря тому, что мы соединили усилия вознесения этих молитв, эпидемия коронавируса вскоре будет остановлена, и мы все сможем наслаждаться новой счастливой, радостной жизнью. Во время этих благопожеланий для устранения низкот есть люди, которые трудились больше всех. Это переводчики, видеоредакторы, люди, которые составляли молитвенник, композиторы для мелодии и техники видеотрансляции. Они трудились денно и ночно, несмотря на сложности, чтобы эта программа закончилась успешно. Я хотел бы их всех поблагодарить от всего сердца. Что касается меня самого, я чувствую, что это возможность вместе со всеми вами существовать, реализовать, обрести немного добродетели с помощью тела и речи во время вознесения этих благопожеланий. Это очень большая удача. И в завершение я хотел бы сделать объявление. Я уже говорил во время недавних учений о четырех дармагампупе. Я получил письмо из монастыря Палпунг Еши Равгель. Это организаторы собрания, зимнего дарма собрания Арекшемы в этом году. И они попросили меня даровать учения. И я обсудил это со многими людьми, подумал об этом сам. И в конце концов я подумал, что буду учить автобиографическим стихам восьмого кармапа Мюкедуржи, которые называются «Благие деяния». Но если я буду учить по этому тексту с какой-либо глубиной, то это займет поменьше более 20 дней. Поэтому я начну учение в четвертый день тибетского Нового года и продолжу его на протяжении всего первого тибетского месяца. И, возможно, когда я говорю, что буду учить целый месяц, это вас немного пугает. Однако нет повода для паники. У нас будет немного выходных. В другом случае это будет сложно как для учителя, так и для слушателей. В общем, у меня нет уверенности либо смелости комментировать эти автобиографические стихи с глубиной, в глубоким образом. Но поскольку сейчас эпидемия, это время, когда мы остаемся дома, поэтому у нас есть время. И для меня это довольно необычно. Я сейчас не занят, у меня есть немного свободного времени. Также для меня не так сложно найти тексты и другие необходимости, как другим людям. Поэтому я подумаю, что я буду учить этому сейчас. Что если я не буду учить этому сейчас, то позже я об этом пожалею. Поэтому я просто решил сделать это объявление. На самом деле я сам дрожу, даже чувствую, как у меня бьется сердце. Но тем не менее детальная программа будет объявлена позже. Я принял такое решение, поэтому следите за новостями в интернете. Больше мне нечего добавить. Большое всем спасибо. Сияние благодетели окрашения мира в этой земле Тибета, земле снегов. Пусть учения линии практики просветают. Пусть мир обладает благом и счастьем. Мы просим наполнить весь мир счастьем. И на этом все. Продолжение следует...